Спасибо. Ну, давайте я немножко напомню, поскольку тут мой доклад первый был уже довольно давно, что общий вопрос, которым мы занимаемся, это как, ну, неформально говоря, это как и когда можно параметризовать какое-то множество, что называется алгебраическое многообразие, то есть множество, задающееся каким-то набором нулями, общими нулями, как вот набором многочленов. Когда его или всего, или почти всего можно параметризовать независимыми параметрами. Ну, более точно мы скажем как раз вот на этой лекции. И на первой лекции мы обсуждали случай, когда это множество, это просто плоская кривая, то есть плоскость афин на xy, на ней какой-то нули какого-то многочлена, двух переменных. Вот, мы обсудили, что если это кривая второго порядка, то, ну, за исключением каких-то вырожденных случаев, все такие кривые второго порядка, они рациональны, то есть почти все их точки можно просто задать какой-то рациональной функцией, отношением двух многочленов. Ну, на самом деле мы еще упомянули, ну, это, в принципе, нам важно будет, что даже не почти все, а все, потому что мы рассматривали стереографическую проекцию, она определена везде, кроме точки, из которой мы проектировали, но эта точка, на самом деле, она тоже куда-то переходит, просто в бесконечность. То есть если мы на проективной плоскости рассмотрим, то вообще все. Вот, а дальше мы рассматривали… Ну, это вот, я говорю, за исключением каких-то вырожденных случаев, когда две прямые, конечно, ну, там, с одной стороны делать нечего, а с другой стороны одним параметром две прямые не параметризуешь. Ну, мы рассматриваем гладкие, вот. А потом мы обсуждали, пришли к случаю степени 3, привели пример, когда можно то же самое сделать для кривой степени 3, и пример был, как бы, причина этого была в том, что на ней была особая точка. Значит, она как-то так выглядела. Вот, и проекция из этой особой точки по-прежнему давала параметризацию. А потом мы сказали, пусть у нас просто общая кривая степени 3, ну, то есть коэффициенты произвольны, в частности, на ней нету особых точек. И тогда вот мы постулировали, и даже, ну, мы закончили упражнением показать, что такое быть… Ну, нет, не обязательно, вот это тоже особо. Особо это значит, что почти любая, ну, как бы, что прямая, все прямые, проходящие через эту точку, имеют здесь корень кратных, после ограничения уравнения, имеют корень кратности 2. Ну, если прямая проходит через точку, то в этой точке она будет, как бы, иметь 0, да, ну, потому что мы взяли, ну, мы выбрали прямые, проходящие через точку. Ну, вот корень кратности 2, ну, вот такая вот, например, особая, или такая. Ну, или можно просто, как бы, как обычно, производная по x равна 0, производная по y равна 0, это то же самое. Вот. Ну, гладкая, да. Гладкая не особо, это синонимы. Вот. Да, и с кривыми третьего порядка мы делали следующее. Мы говорили, что по так называемой теореме Ньютона дробно-линейным преобразованием ее можно привести к виду y квадрат равно x третье плюс ax плюс b, и заметить, что это уравнение, проекция, ну, забывание координаты y, это почти везде двойное накрытие. Ну, в данном случае афинной, но мы ее компактифицировали, рассматривали, добавили еще точку на бесконечности. Да, при каждом параметре x, если вот эта многочлена от x равна 0, то у него как раз будет два прообраза. Корень из этого и y будет равен корень из этого многочлена и минус корень из этого многочлена. Таким образом, вот эта, если кривая E, она двулетельно накрывает просто сферу, ну, а1, сферу без точки, ну, давайте ее доклеим, чтобы кривая была просто P1, то есть топологически это просто двумерная сфера. Вот. А кривую вот эту эллиптическую мы доклеили тоже точки на бесконечности, ну, я не буду, то есть мы на самом деле это упомянем, как мы это делаем. Вот. Тут я не буду подробностей говорить, что тогда это будет какая-то ориентированная поверхность. Ну, у нас коэффициенты комплексные, значит, вещественными числами это двумерная поверхность, римная поверхность. А известно, что римная поверхность, любая, это топологически, это просто сфера с каким-то количеством ручек, g. И вот это число g как раз и называется родом. Например, сфера с одной ручкой — это тор. Вот. Ну и мы хотели… Можно еще раз о том? Ты действительно перемешиваешь? Нет, у меня сейчас все комплексное. Вот. Но топологически комплексная кривая, она над вещественными числами поверхность. Ну, потому что у комплексных чисел есть вещественная мнимая часть. Вот. И мы хотели понять, сколько ручек у этой вот кривой е. Для этого мы делали следующее. Мы хотели… У каждой ременной поверхности есть эллеровая характеристика. Это мы берем триангуляцию, ну, то есть, как бы, ставим какие-то точки, соединяем их ребрами, ну, разрезаем на треугольнички хорошим достаточно способом. И дальше смотрим просто количество вершин минус количество ребер плюс количество граней. И известный факт, что это от триангуляции на самом деле не зависит. Ну, например, если вот у нас был треугольник, вот три вершины, три ребра, одна грань. Если мы его разобьем, то есть сюда поставим еще одну вершину, проведем ребра, мы увидим, что количество вершин минус ребер плюс граней не изменится. У нас добавится одна вершина, три вот этих треугольника вместо одного и три ребра. Как раз все сократится. Вот, поэтому от триангуляции это не зависит. Ну, и сфера с же ручками, если хи или рухарактеристика от сферы с же ручками, это 2 минус 2 же. Вот. Ну, и мы хотим понять, что это за кривая е, таким способом, с помощью двойного накрытия. Вот. Но это было дано в качестве упражнения. Давайте я его проделаю. Я, вот мы говорили, что вот это е накрывает обычную сферу с S1. Везде у каждой точки два прообраза, а у четырех точек ровно один прообраз. Четыре точки — это корни вот этого кубического многочлена и точка на бесконечности. Поэтому давайте удалим вот эти четыре точки и четыре прообраза этих точек. Тогда, если мы их удалим, у нас будет просто честное двулистное накрытие. У каждой точки ровно два прообраза. Но тогда каждой триангуляции… Давайте выберем триангуляцию, которая, ну, вот эти точки входят в качестве вершин для простоты. Вот. Тогда у любой триангуляции мы просто можем взять ее прообраз. У каждой вершины возьмем ее прообраз, это будет две вершины. У каждого отрезка возьмем прообраз, это будет два отрезка. У каждого треугольника прообраз будет два треугольника. То есть количество вот этого числа, оно просто ровно удвоится. Ну и тогда получится внизу эллиура характеристика сферы. С2. Мы должны вычесть, то есть число вершины минус ребра плюс грани, вычесть эти четыре вершины, минус четыре, удвоить, тогда получится вот разбиение вот этого кривой Е, но без четырех точек. Вот. И прибавить обратно эти четыре точки. Вот. Это частный случай, так называемая формула Гурвитса. Ну эллиура характеристика сферы, всем известно, что она равна двум. Поэтому это будет к чему? Равно два умножить на минус два плюс четыре, равно нулю. Получается эллиура характеристика нашей кривой Е равна нулю. Ну отсюда мы видим, что это сфера с одной ручкой, то есть вот как раз тор. То есть вот такая эллиптическая кривая, она равна тору, она является тором, ну и как бы получается мы не можем ее отождествить, тор со сферой нельзя отождествить. Я тут немножко замял одну вещь, а именно... Почему эллиптическая кривая? Ну она называется, это как бы название, эллиптическая кривая. Это вот секрет, ну вот это уравнивает, да, это не жидко? Ну можно как за определение взять гладкая плоская кривая третьей степени. Ну у нее как бы другое определение, но они все будут такими. Да, эллиптическим интегралом, ну вот как раз для приведения формы Веш-трассы вроде бы это... Да. Вот. Я замял одну вещь, потом мы, кстати, к этому вернемся. Я сказал, что, ну вот наша задача, почти все точки на кривой параметризовать. Ну это значит, что вот там, как мы и саморассматривали стереографическую проекцию, она была не определена в этой вершине, откуда мы проектировали. Ну а на самом деле мы ее можем... Утвер... Сферу накрыли туров с четырьмя точками ветвления. Да, да. Ну я как бы выяснил, то есть накрытие двулистной сферы с четырьмя точками ветвления, вот то, что накрывает, это мы выяснили, что это тор. А тор и сфера — это там топологически разные вещи. Да, ну я... На самом деле я немножко замел, что на самом деле для кривых параметризовать почти все точки кривой и параметризировать вообще все точки кривой — это одно и то же. Это мы упомянем, это в более высоких размерностях — это не так, что как бы является важной вещью. Вот. Для... Ну тут размерность один. Ну я это упомяну. То есть я как бы утверждение дам, почему так. Давайте я тогда, чтобы закончить... Сейчас я как раз перейду к обсуждению более высоких размерностей. Давайте я еще одно доказательство того, что эллиптическая кривая не является рациональной дам, а на самом деле практически это доказательство и будет теоремой Люрота. А именно вот рассмотрим вот эту сферу P1, да? Или там, если кто больше нравится, C, P1. У нас все числа комплексные. Вот. Давайте посмотрим, рассмотрим дифференциальные формы на ней, на них. Ну вот на P1. Ну и будем смотреть на их... На ее нули и полюса. Ну... Ну как? Вот пусть у нас есть P1, в нее афинная карта. Это... На ней есть... Если мы выкинем бесконечности, это просто будет афинная прямая. Давайте с координатой х обозначим. А на бесконечности координата у равно 1 на х. Тогда какие формы на P1? Ну, например, форма dx. Вот. Но она определена везде, но на бесконечности мы как бы... Она не определена. Давайте посмотрим, как она ведет себя на бесконечности. То есть просто подставим вместо у 1 на х. Вместо... Ну, вместо х 1 на у. Тогда это будет минус 1 на у в квадрате, dy. Вот она будет так выглядеть в окрестностях бесконечности. Мы видим, что у нее полюс второго порядка. Вот. Ну, на самом деле, если мы не эту конкретную форму, а любую, любая форма дифференциальная, она будет, ну, как это многочлен на dx. Мы то же самое можем сделать и увидим, что у формы, конечно, будут нули, нули этого самого многочлена. Но когда мы перепишем ее в бесконечности, у нее полюсов окажется ровно всегда на 2 больше, чем нулей. Вот. А с другой стороны, ну, то есть, вот любая дифференциальная форма, мироморфная везде определенная, она будет иметь на 2 больше полюса, чем 0. Ну, на самом деле, это и есть как раз, ну, в общем, неважно. А теперь рассмотрим вот эту нашу кривую вот в такой локальной карте. Упражнение, упражнение форма dy разделить на x не имеет нулей и полюсов. У нас x и y, я напомню, они непроизвольные, а вот они связаны таким соотношением. Вот если мы перепишем в локальных картах, окажется, что у нее нигде не будет полюса. Вот. Значит, на нашей кривой эллиптической существует форма без нулей и полюсов. А... Ты же сказал, что ты был полюсов, но надо вам больше. Нет, это на P1. А теперь я говорю, рассмотрим теперь, на P1 мы разобрались, рассмотрим нашу эллиптическую кривую заодно вот таким уравнением. Ну, в афинной карте, да, там еще есть бесконечность. Я привел пример формы, которая на вот этой кривой не имеет нулей и полюсов. А на P1 такого нету. Значит, ее нельзя отодействовать с P1 с помощью каких-то функций многочленов. для нас это будет интересное рассуждение, потому что... Ну, я там забегая вперед, скажу, что тут... если есть какое-то накрытие, везде определенное, то всегда можно взять прообраз у этого накрытия и форму снизу поднять наверх. И окажется, что... Ну, поэтому... Ну, поэтому... Если снизу формы... Ну, в общем, мы увидим, что если снизу нету голоморфных форм, то и наверху не должно быть голоморфных форм. А это значит, что если есть такое накрытие сферы, накрытие P1, то то, что накрывает, это тоже будет P1. Это так называемая теорема Лерота, как раз, к которой мы и стремимся. Ну, я это потом как бы все равно буду повторять, поэтому... Я так... Ну, вот мы рассмотрели накрытие, такое... Двойное накрытие с четырьмя точками ветвления. Вот. Но я хочу сказать, что вот таким же рассуждением, как с формами, показывается, можно показать, но это мы еще повторим, что если мы чем-то накрываем P1, какой-то кривой, то это тоже должна быть обязательно P1. Нет, наоборот, в другую сторону. Если мы P1 проективной прямой накрываем что-то, то то, что внизу, обязано быть тоже P1. Вот. Я в другую сторону скажу. Ну, вот как раз оттуда следует, что если есть какое-то накрытие, можно поднять форму и окажется... Ну, то есть, как бы... Окажется, что если мы что-то накрываем, то на нем нету мероморфных... Нету голоморфных форм. А если нету голоморфных форм, то это может быть только кривая рода 0, то есть только P1. Ну, я это повторю. Вот. А сейчас я хотел немножко, значит, переключиться на более высокие размерности. С кривыми все-таки такая некоторая специальная вещь. Вот. И для этого я немножко тут уже употреблялась. Это терминология, но вроде бы она так и не введена была. Поэтому я кратко введу такие самые основные определения алгебраической геометрии, а именно афинное проективное многообразие и топология Зарийского. Ну, давайте сначала с афинами. По определению афинное многообразие х в афинном пространстве каком-то нерном. У нас везде комплексные числа, но для определения это не важно, но поле может быть любым, конечно, для определения. Это просто нули, общие нули какого-то набора многочленов. Набора многочленов. Вы, конечно, спросите, какого набора? А я вам на это отвечу, что любого набора, потому что ну, или можно сказать, вот как раз упоминалось, или можно сказать, или многочленов из идеала и в ц, ну, или там поле к, ну, вот это переменных х1, хн. Напомню, что идеал это такое множество, которое замкнуто относительно, ну, если два элемента лежат в идеале, то их сумма должна лежать в идеале. Если какого-то многочлен лежит в идеале, то там, если мы его домножим на любой другой многочлен, не обязательно из идеала, просто любой многочлен, он тоже обязан лежать в идеале. Ну, если есть какие-то наборы многочленов, они порождают идеал, ну, просто всевозможные вот такие комбинации этих многочленов. Вот. Полезная очень теорема Гильберта о нулях Гильберта о нулях говорит, что ну, это просто многочлены идеала это подмножество в кольце многочленов. Вот у нас если есть общие нули многочленов, мы ими можем породить идеалы. Просто взять все эти многочлены, складывать, домножать на любые многочлены. Понятно, что если в какой-то точке два многочлена равны нулю, то есть если у нас точка лежит на многообразии, то и сумма этих многочленов тоже равна нулю. Если многочлен в ней равен нулю, то на что бы мы его не домножили, в этой точке она всегда будет равен нулю. Поэтому тут можно от идеала переходить к многочленам. Вот. А теорема Гильберта о нулях говорит, что какой бы мы набор не взяли здесь, конечный, бесконечный идеал, ну или там давайте так напишем, идеал порожден конечным числом элементов, числом многочленов. то есть если я задал наше многообразие общей нули любой системы многочленов, то я могу всегда выбрать конечное число многочленов, которое задает как ровно это многообразие. То есть мне как бы думать о том, многочлены всегда, можно считать, что их всегда конечное число, которое задают наши. А я о нулях сказал? Да, о базисе. Извиняюсь. Да, о нулях. Ну, кстати, теорема Гильберта о нулях. Мы немножечко, мы об этом не говорили, но немножечко в одном рассуждении на прошлой лекции пользовались ею. Но это для ясности мы замяли. Вот. Да, хорошо. Ну вот я сказал, что это кофейное многообразие. На самом деле я немножко не сказал, что это кофейное многообразие, потому что я сказал, что это как множество. Многообразие — это множество, снабженное каким-то функциями на нем. Во-первых, это должно быть топологическое пространство. Во-вторых, снабженное каким-то функциями. Ну, функция — это многочлены, ограничение многочленов на нашем многообразии. А топология на нем — это топология Зарезкова, которая тоже упоминалась, но даже, по-моему, Дмитрий Борисович сказал, что это такое. Давайте я повторю. Такая странная топология. Давайте сначала на афинном пространстве ее будем рассматривать. По определению, она сдается замкнутыми множествами, а замкнутые множества — это по определению афинное многообразие. То есть общие нули, какого-то количества многочленов, называются замкнутыми. Но открытые множества — это дополнение к замкнутому. Легко проверить, что это топология, да, если у нас... То есть объединение алгебраических многообразий двух будет алгебраическим многообразием. Да, но это мы должны просто взять... Ну вот если одно задается каким-то набором многочленов, второй набором многочленов, то мы просто попарное произведение этих многочленов возьмем. Вот она как раз будет задавать объединение. Ну и пересечение любого количества многообразий тоже будет многообразием, потому что мы просто объединим множество многочленов, которые их задают. Это будет задавать пересечение. Вот. Это топология Зарискова. То есть у нее открытые множества, это никак не Хаусдорфа, очень сильно не Хаусдорфа, открытые множества это почти все. Ну вот, например, на Афинной прямой замкнутое множество нулей многочленов, это просто конечный набор точек. А открытые множества это не что-то такое маленькое, а это вся прямая, но может быть бесконечного набора точек. То есть она такая контраинтуитивная, но... топология, конечно, дополнительная. Ну, да, наверное. Вот. Да, ну это на Афинном пространстве, ну а на многообразие топология это просто ограничение, ограничение вот этой топологии Зарискова с афинного пространства. Вот. Это вот как раз по определению афинное алгебраическое многообразие. Вот. Ну и вот вопросы, которыми мы будем заниматься. Вот мы говорили, что на них функции — это многочлены, и вопросы, которые нас будут интересовать, как раз, когда такие многообразия изоморфны, мы скажем, что это такое, и когда они почти изоморфны. Ну, изоморфны, грубо говоря, что на них есть какие-то функции, многочлены, которые их отождествляют взаимно однозначно. А почти изоморфны — это значит, где-то они могут быть неопределены, вот эти отображения, ну, из них мы что-нибудь можем выкинуть, там, где какие-то эти отношения многочленов неопределены, ну, и тогда уже там будет все взаимно однозначно. Ну, мы более точно скажем, потому что, ну, просто как множество рассматривает, ну, например, если мы линейную замену координат сделаем, понятно, что это одно и то же, ну, по сути, должно быть. Ну, вот это мы более строго скажем, и давайте вот как раз, а, у меня еще время некоторое есть, давайте обобщим наш пример того, что, значит, почти изоморфны. С помощью, значит, рассмотрим опять стереографическую проекцию, только в размерности уже больше. Ну, вот пример. Да, функции — это, везде определенные функции, это будут многочлены у нас, а нас будет интересовать, ну, там, аналог мироморфных функций, рациональной функции, то есть отношения многочленов. Они, конечно… Да, набор многочленов, и их общие нули — это афинное многообразие. А, то есть мы их фиксируем как бы многочлены? Ну, да. Ну, вот, например, плоская кривая, там, один многочлен, вот нули F от XY равно нулю. А, и они там будут замкнуты, да? Да, это вот по определению это замкнутые множества. Ну, мы топологию не так сильно будем использовать, но вот, в принципе, вот. Да, и функции будут… Давайте рассматривать отношения многочленов, то есть функции, которые не везде определены, так же, как мы… У нас сама стереографическая проекция с самого начала, она не была определена в вершине. Ну, давайте пусть X, такая сфера, X1 в квадрате, плюс так далее, плюс X, N плюс 1 в квадрате равно единице. Вот. Ну, и вот пусть южный полюс по 0 — это точка, где все координаты равны нулю, а последняя равна единице. 0, 0, 1. Вот. Ну, северный полюс, в общем. Вот. И давайте спроектируем ее на плоскость, ну, вот, на какую-то плоскость, которая не проходит через эту точку, естественно. Вот. Плоскость X, N плюс 1 равно нулю. Вот. Тогда это проекция, можно сделать упражнение. Пи проекция на вот эту прямую. Можно делать упражнение, что она выглядит так. Пи от X, 1, так далее, X, N плюс 1. Это просто X, 1 разделить на 1 плюс X, N плюс 1 и так далее. X, N разделить на 1 плюс X, N плюс 1. А обратное отображение, давайте координаты на этой плоскости, чтобы не путаться, назовем Y. Давайте определим сигму просто сумму квадратов координат, Y1 в квадрате плюс так далее, плюс Y, N в квадрате. Да? У нас плоскость N мерная, на ней N координат. Надо где-то минус поставить. Ты используешь или будем рекомендовать? Да. Давайте сейчас посмотрим. Давайте минус поставим. Вот здесь поставим. Спасибо. А пи в минус 1, то есть обратное отображение, оно задается формулой 2Y1 разделить на 1 плюс сигма. 2Y1 разделить на 1 плюс сигма, а последний координат на 1 минус сигма разделить на 1 плюс сигма. Вот. То есть мы видим, что вот мы отрезистрили все точки сферы, задали их параметрами, то есть просто координатами на этой плоскости. Ну, не совсем все, да, потому что нам нужно выкинуть точки, где вот это отображение, во-первых, не определено на сфере, да, то есть где XN плюс 1 равно единице, ну, то есть равно минус единице, то есть выкинуть как раз этот полюс. Вот. А обратное отображение тоже не везде определено, оно не определено, ну, там, где 1 плюс сигма равно нулю. Вот. Но это все замкнутое множество, то есть мы из вот этой сферы выкинули какое-то замкнутое множество, да, мы задали нули каких-то уравнений, да, ну, вот этого нули вот этого уравнения выкинули. Из плоскости выкинули замкнутое множество, вот 1 плюс сигма равно нулю. Вот. Мы их как бы не рассматриваем, а на всех остальных у нас есть взаимно однозначное отображение задаваемым многочленами, то есть почти все точки X мы параметризовали. Вот. Такое отображение, мы дадим определение скоро, оно называется этобиорациональное отображение. Вот они, как такие отображения, определенные не везде, но почти везде, нас и будут интересовать. Биорациональное отображение. И мы видим, что наша сфера с помощью бирационального отображения мы ее отождествили просто с плоскостью, с афинным пространством. По определению это значит, значит, X рационально. То есть выкинув что-то, можно на нем что-то выкинуть, что-то выкинуть на афинном пространстве, а все остальное отождествили. По определению такие многообразия и называются рациональными. Вот. Ну, тут я, наверное, что-то пропущу. Да, хорошо. Давайте, вот мы поговорили про афинное. Вот, заметим, что... Ну, давайте сейчас определим проективное многообразие и отображение. Даже зря определение стер. Ну, можно было бы его исправить. Ну, ладно. Значит, теперь у нас вместо афинного пространства объеблющего будет проективное пространство. По определению. То есть, во-первых, рассмотрим проективное пространство. Ну, по определению можно сказать, это афинное пространство без нуля, у которой точки определены с точностью пропорциональности. x1, x0 и так далее, xn эквивалентно лямбда x0, xn, где лямбда не равно нулю. Вот. Нам бы тоже хотелось сказать, что вот рассмотрим многочлены, рассмотрим нули этих многочленов и так далее. Но некоторая сложность состоит в том, что многочлены от переменных, от координат на проективное пространство, они не являются функциями. Ну, потому что если, ну, там даже, ну, там, скажем, переменная x1 — это не функция. Ну, потому что функция что это? Значит, каждой точке она должна споставлять число. Если мы первую координату будем, то есть, если мы точки будем сопоставить первую координату, то в другом представлении мы должны сопоставить лямбда x1, да? Ну, они с точностью пропорциональности, но это, как бы, разные числа. Вот. Это можно исправлять разными способами, но вот тот способ важный... Да, значит, но, тем не менее, если мы напишем многочлен, конечно, он не будет задавать функцию, но вот нули многочлена, они будут вполне себе задавать какое-то множество, которое не зависит от представления точки с точностью пропорциональности. Ну, единственное, нужно сделать важную оговорку, что многочлен должен быть однородным, да? Если у нас x плюс y квадрат, брать нельзя. Здесь любая однородная, но как раз там корректно. Да, ну, потому что, если мы надомножим, будет лямбда x плюс лямбда квадрат y квадрат. То есть, ну, как бы, приравнять нулю нельзя. А вот, например, x квадрат плюс y квадрат, мы можем приравнять нулю, потому что, когда мы подставим сюда, мы получим лямбда квадрат вынесется, x квадрат плюс y квадрат. Лямбда не нулевое число. Но у точки координаты x квадрат и плюс y квадрат равны нулю, тогда и только тогда, когда они умножены на лямбда квадрат, когда они равны нулю умножены на лямбда квадрат. То есть, для того, чтобы говорить о нулях однородного многочлена, нам вот эта пропорциональность никак не мешает. Ну, и по определению проективное многообразие будет то же самое. Многообразие, задаваемое многочленами, но однородными многочленами. Вот. Другой способ бороться вот с такой несправедливостью, что многочлены не являются функциями, заключается в том, что мы можем рассматривать рациональные функции. То есть, многочлены f разделить на g. Они, конечно, не везде определены, да, там, где уже g обращается в ноль, оно не определено, но почти везде оно определено. И вот такие отношения могут являться настоящими честными функциями. Кто из тех, кто этого не знал, может сказать, какие многочлены, отношения к каких многочленам могут быть функциями? Ну, определяют функцию. Да, одинаковые степени. Потому что если мы подставим лямбда, ну, вот пусть, давайте подставим лямбду, у нас однородные многочлены, тогда это будет степень лямбда в степени, степень f умножить на f разделить на лямбда в степень g разделить на g. И если степень f и степень g одинаковые, то тут все сократится и все получится. Вот это называется рациональные функции, они как раз нам будут важны. Ну, значит, давайте я еще тут осталось немного времени. Давайте рассмотрим пример рациональный. Да, ну, конечно, на многообразии рациональные функции это ограничение функции с проективного пространства. Вот. И поучительный пример говорит следующее. Ну, отношение многочленов, конечно, можно по-разному, ну, функцию в виде отношения многочленов можно по-разному представлять. Ну, можно, например, на общий какой-то множитель одинаковый домножить, он сократится, и это будет та же самая функция. Единственное, поскольку мы знаменатель на что-то умножаем, то в нуле знаменателя это, ну, она, вот такая функция будет неопределена. Поэтому, ну, вообще, в принципе, глупо рассматривать такое, поэтому давайте будем рассматривать отношения многочленов, которые не имеют общего множителя. Да, ну, я сейчас как раз договорю, хотя я минуту позже, по-моему, закончил. Вот, начал, да. Значит, да, давайте, нет, не пример, давайте рациональное отображение. Вот мы как, я как раз это сформулирую, из P, M, оно так вот, ну, стрелочкой такой пунктирной. P, M, P, N, какое-то, это отображение, задаваемое рациональными функциями. Ну, то есть, X, 1, X, 0, так далее, X, M переходит в какой-то F, 0, от X, 0, так далее, X, M, и так далее, F, M, X, 0, так далее, X, M. F, M, F разделить на G, 0, да, G, M. Ну, заметим, что удобно, заметим, что, поскольку мы, если мы, тут все это с точностью до пропорциональности, все координаты, поэтому, если мы домножим, скажем, на G, 0, то тогда это будет та же самая точка. Поэтому, если мы домножим на произведение всех знаменателей, или там наименьшее, вообще, кратное знаменатели, это будет то же самое отображение, но уже везде определенное. То есть, можно считать, отображение можно задавать просто набором однородных многочленов одинаковой степени. То есть, это эквивалентно X, 0, так далее, X, M переходит, ну, в какой-то F, 0, F, N, где это уже просто не отношение многочленов, а многочлены одинаковой степени, ну, и оно определено везде, ну, где оно только единственное не определено, знаменателей-то нету, но оно не определено в тех точках, где F, 0 и так далее, F, N, вдруг, если они все вместе обратятся в 0, то точки 0-то нету здесь. То есть, оно определено везде, кроме общих нулей этого многочлена. Давайте, значит, закончу. Дальше мы рассмотрим пример и перейдем как раз к вопросам рациональности. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ